МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Орехов, Владимир, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Как началось ваше утро, расскажите? Отлично, начинаются праздничные дни и настроение хорошее, как 7 лет назад. Это правда, в преддверии Крымской весны как раз хотелось бы с вами поговорить. Перенестись, возможно, на 7 лет назад сейчас. Об этом событии, что для вас это значит, как это все начиналось, как это все виделось? Виделось совсем не так сначала, как это произошло, и слава богу, что произошло совсем не так, как виделось. Не хочется накануне праздника вспоминать о том, что было 26-го, все эти катастрофы, но ожидания были самыми мурачными. И понятно, что нас ждал бы одесский вариант, нас ждал бы вариант с Донбассом. И настроения радикальные изменились в ту секунду, когда на улицах Симферополя появились вежливые люди. Вот когда мы вспоминаем референдум, мы обычно говорим о том, что люди шли на голосование как на праздник, и это, наверное, в моей жизни единственное воспоминание, когда люди, собственно, на официальное мероприятие шли с таким искренним праздничным настроением, когда шли люди не только старшего поколения, которые подчинены все-таки дисциплине, они приходят, а когда шли все абсолютно, соседи, вот они договаривались, когда пойти, спрашивали, ты уже ходил, не ходил. То есть можно сказать, что все понимали, что решают все-таки судьбу. Это очень остро всеми переживалось, и это переживалось праздничное. Вот это настроение, оно зародилось как раз, когда на улицах появились вежливые люди. Я помню, мы стояли тогда, патрулировали в оцеплении вокруг Верховного Совета, патрулировали улицы, и уже тогда люди выходили с ленточками, потому что накануне было просто опасно появляться на улицах, и тут люди с детьми вдруг вышли, потому что они оказались под защитой своей, тогда уже считали, что это, не всегда, собственно, считали, что это своя армия, вот она защитит от того, что происходит там в Киеве, в других городах Украины. Ну, собственно, так это произошло, и вот это настроение праздника, оно постоянно нарастало. Ну, кроме того, то напряжение, с которым работали, скажем, ваши коллеги-журналисты, тогда же вот открылся этот знаменитый медиа-центр, который готовил, тоже участвовал в подготовке референдума, приезжали сюда делегации из-за рубежа, во-первых, респект тем, кто сумел пригласить сюда привезти эти делегации, во-вторых, наши сотрудники университета, тогда это был факультет иностранной филологии, они приезжали для того, чтобы переводить вот этим иностранным делегациям. Там журналисты, я не знаю, когда они спали, потому что это была работа на износ день и ночь, и все тогда не отлипали от телевизора, я не знаю еще такого периода, когда крымское телевидение имело такое значение, потому что все были прикованы вот к этим новостям, и когда в течение двух-трех недель вот такой бешеной, напряженной работы был подготовлен этот исторический референдум, все вздохнулись с таким облегчением, потому что поняли, что это решена историческая задача, и вот все, хотя через экран телевизора наблюдали, как это все готовилось, но чувствовались причастными, и, конечно, уважение к журналистскому труду тогда выросло, просто неимоверно выросло, потому что журналисты тогда вот на таком мирном поприще себя проявили как настоящие герои. Было ли у вас такое ощущение, что происходит что-то такое невероятное, что иногда приходится себя щипать, чтобы поверить, что это правда? Ну, на самом деле, именно такое и было. Я преподаю русскую литературу, историю русской литературы, это обязывает меня знать и историю, и своего отечества, и мировую историю в какой-то степени. Ну, моих знаний достаточно, чтобы понять, что событий аналогичных крымской весне вообще в мировой истории не было. Бывало, что люди, народы боролись за независимость, приобретали эту независимость, все это давалось всегда очень тяжелой ценой, очень большой кровью. Так, чтобы воля народа исполнилась без кровопролития, как это произошло в Крыму, такого не было никогда. Да, по существу, это историческое чудо, когда восторжествовала воля народа историческая справедливость. Аналогов в истории таких нет. Если бы у нас перед глазами стояли позитивные примеры, нам было бы спокойнее. Но когда мы точно знаем, что никогда такого не происходило, напротив, вспомните, как отделялось Косово, бомбежки, вмешательство со стороны. И когда в Крыму все с точностью до наоборот, мирно, при волеизъявлении народа самое главное, то, конечно, это воспринималось как чудо, и до сих пор воспринимает это как чудо. Вы одним из первых получили паспорт российский. Что в этот момент чувствовали? Расскажите. Ну, паспорт это, конечно... В принципе, можно было еще долго жить без российского паспорта, но российский паспорт это был такой символ. Знаете, я не фанат бюрократии, но вот вспоминаешь Маяковского, и действительно хочется иметь некую бумагу, которая подтверждает, что ты гражданин этой страны. Честно говоря, по своей профессии, по своему рождению, я всегда чувствовал себя причастным к России. Но меня всегда убивало, что я на границе приезжаю в Россию, должен проходить таможенный досмотр. В Москве меня останавливают, и я, кажется, гражданин другого государства. Честно говоря, мою жизнь это серьезно отравляло. Я хотел российский паспорт, и тогда, честно говоря, получить его было довольно сложно, потому что желающих было очень много. Огромной очереди, все, пришлось включить все связи, всех знакомых подключить. Все терпения подключить. Да, по-моему, 9 апреля я получил этот паспорт. Действительно был рад, всем показывал. Мы отмечали получение паспорта, причем каждого из наших в семье, мои друзья, для каждого это было событие. Была эпоха в жизни, и сейчас мне уже приходится менять паспорт. Возраст уже такой, мне теперь жаль очень с ним расставаться, потому что это исторический такой уже для меня документ, но, видимо, придется. Сделать фотографию. Мы с небольшим семилетним опозданием, но все-таки поздравляем вас с этим событием. Владимир, скажите, вот сейчас уже седьмой раз будет отмечаться этот день, 18 марта. Что в этот день чувствуете, и есть ли какой-то, может быть, у вас особый распорядок дня именно в этот день? Может прогуляться просто по улицам Симферополя или просто съездить куда-то в Крыму? Ну, если меня лично, то для нас это семейный праздник, потому что у нас практически все, у нас большая семья, все практически какое-то отношение к Рымской весне имеют, какое-то участие приняли. Это время повспоминать, хорошее настроение. Это весна, мы любим проводить время, так сказать, не в массовых мероприятиях, а где-то на природе. Думаю, в этом году все пойдет также по плану. Что касается вообще отношения к этому празднику, ну, на мой взгляд, он обязательно нужен хотя бы потому, что события прошлого, они утопают, и настроение прошлого утопают в рутине дел. Так мы устроены, то, что казалось еще вчера очень важным, вдруг закрывается какими-то жизненными мелочами. Но 7 лет назад было сделано несколько таких вещей, которые обязательно нужно помнить, потому что это возвращает нам веру и в себя, и в наших земляков, и в нашу страну, потому что действительно мирное решение, справедливое решение того конфликта, который был настоящий конфликт, гражданский конфликт, который был 7 лет назад, это проявление и мудрости, и мужества, и умения сконцентрировать энергии нашего народа, нашей страны. Об этом нужно обязательно вспоминать. Я не говорю о том, что мы должны почивать на лаврах и забыть о тех сложностях, которые всегда в жизни бывают и обязательно будут, но есть моменты, когда нужно об этом вспомнить, чтобы вернуть обществу веру в себя и в свою страну. Что ж, Крымская весна подарила нам действительно хороший семейный праздник, это очень здорово, что эту дату мы отмечаем в кругу семьи. Я думаю, что для каждого крымчанина 18 марта – это отдельная дата в календаре, которую обязательно надо отметить. Да, Владимир, спасибо вам большое за эти приятные воспоминания, спасибо, что были у нас сегодня в гостях. И напомним, в гостях сегодня у нас был профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ имени Вернацкого Владимир Орехов. Еще раз спасибо большое. Спасибо.